Сама идея использования медиации и медиативных технологий в сфере межнациональных отношений не является новым. Уставе нашей организации это направление прямо прописано наряду с такими, как медиация в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования и других. Однако, окончательный формат внедрения медиации в сферу межкультурной среды сформировался несколько позже, после моего личного участия в совместном заседании Комиссии Общественной Палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений с представителями Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации и Федерального агентства по делам национальности, а также моего личного участия в конференции, которая проводилась Общественная Палата Российской Федерации в сентябре 2016 года и называлась «Медиация. Эффективный способ разрешения межнациональных и межрелигиозных конфликтов». Актуальность самого проекта, по нашему мнению, определяется самими свойствами медиации как эффективного и универсального способа урегулирования конфликтов. «Все больше и больше нас жизнь заставляет заниматься разрешением споров до судебным порядком, и это правильный подход, и законодатель пошел вперед, что предусмотрел внести изменения в законы Российской Федерации». «Эффективность тех действий, которые осуществлял суд совместно с Центром Медиации, составила более 50%. Основная цель настоящего проекта это формирование такой межкультурной среды, в которой бы конфликтом, возникающим на экономической основе или бытовой почве, вытекающим из межличностных отношений, не придавался бы статус межнациональных или межрелигиозных. Поэтому первоочередной задачей, в чем мы убеждены на 100%, и что подтвердил и сам проект, является повышение правового уровня грамотности и обучение участников общественных отношений тем, пока определенно находящимся в стороне и редко применяемым в профилактике конфликта, техникам медиации. Так, проведенный в процессе обучения опрос подтвердил, что практически 78% указали на то, что о медиации они только что-то слышали, а 17% из них вообще ничего не знают, что это такое. Вместе с тем, сам правовой институт медиации действует уже более 8 лет. В процессе обучения наша команда использовала практически реальный опыт классической судебной медиации на примере работы комнат примирения, действующих на постоянной основе уже более трех лет, в судах города Тюмени. Представленный проект получил поддержку в конкурсе президентских грантов второй волны 2017 года и реализуется на территории Тюменской области. В процессе реализации проекта обучение по программе повышения квалификации, медиации в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений прошло обучение более 220 человек. Среди них представители национальных объединений и организаций, представители социально ориентированных НКО, общественники, активные граждане, волонтеры, а также представители органов образования, культуры и муниципальных органов. В ходе реализации проекта была проведена презентация, круглый стол, а также серия вебинаров, в которой содержание образовательной программы было представлено слушателям тезисно. Реализация образовательной части проекта распространялась на город Тюмень, а также юг области, город Тобольск, Нижнюю Товду, Заводоковск и Лутровск. Команда проекта выражает благодарность активистам данных регионов, а также общественным деятелям и представителям органов муниципальной власти, которые оказали в реализации проекта на их территории в самое активное участие. Реализация образовательной части проекта проходила в городах Тюменской области, городе Тюмени, Тобольске, Елутровске, Заводоковске и Нижней Товде. Команда проекта выражает благодарность руководству администрации данных населенных культур, а также общественным активистам, оказавшим содействие в организации образовательного процесса. Итоговым мероприятием данного проекта является конференция, которая состоится 10 августа 2018 года, «Медиация и региональный опыт профилактики межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Первые результаты и перспективы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова